В первом слове для доповедей мая профессор Владислав Кузович, Белгород, Сербия, который сделает доповедь вклад Киевской Духовной Академии в развитие Северского Богословия. Спасибо. Владислав Кузович. Я хотел бы сначала сказать, что для меня честь участвовать на конференции, посвященной юбилею Киево-Магининской Академии. Приветствую всех коллег здесь, из Белграда. И мой вклад посвящен тематике вклада Киевской Духовной Академии в развитие Северского Богословия. Сейчас я буду прочитать свой доклад. Извините за мой не так хороший русский язык просто. И я также хотел бы сказать, что для меня не так легко понять украинский. Просто для меня легче по-русски говорить. Главное направление развития сербского богословия в XVIII, XIX и в начале XX века связано с Киевской Духовной Академией. В этом периоде большое число сербов образовалось в Киеве. Среди них были известные сербские архиереи, церковные писатели, преподаватели в сербских церковных школах. В этом докладе буду обратить ваше внимание на пять самых известных сербских богословов, выпускников Киевской Духовной Академии. Это епископ Дионисий Навакович и архимандрит Йоанн Раич, это XVIII век, и митрополит Михаил Яванович, епископ Никодим Милош и протеерей Стеван Дмитриевич, это XIX и начало XX века. Их церковная и научная деятельность лучшим образом свидетельствуют о вкладу Киевской Духовной Академии в развитие сербского богословия. В XVIII веке центром сербской церковной жизни и сербского богословия являлась Карловатская митрополия, которая существовала в рамках монархии Габсбургов. Одной из главных задач сербских карловатских митрополитов являлась защита своего народа от униадского влияния в аримокатолическом государстве. Для выполнения этой задачи были необходимы образованные богословы. Ситуация относительно униадского давления в Карловатской и Киевской митрополии была похожа, и сербские карловатские митрополиты именно Киево-Могилянскую Академию считали главным центром для образования сербов. Среди сербских выпускников Киево-Могилянской Академии в XVIII веке выделяются два. Это епископ Будимский Дионисий Навакович и архимандрит монастыря Ковиль Йоанн Райч. Дионисий Навакович обучался в Академии с 1726 по 1737 года. Он был первым сербом, который закончил полный академический курс. Епископ Дионисий являлся одним из самых известных сербских богословов в Карловатской митрополии в XVIII веке. Его имя стоит у истоков высокого богословского образования у сербов. Он был префектом первой сербской высокой богословской школы в городе Новый Сад, которая известна под именем духовной коллегии епископа Виссариона Павловича. Дионисий там преподавал богословие и философию. Он начал преподаваться в этой школе в 1739 году, два года по возвращении из Киева. Влияние киевского богословия на его работу было видно уже из его выступительной лекции. Лекция была прочитана в честь Пресвятой Богородицы и с целью подчеркнуть значение изучения классических наук. Выбор темы указывает на киевское влияние, имея в виду сильный култ Пресвятой Богородицы в Киево-Мудренской Академии, особенно учение о непорочном зачатии Пресвятой. Именно это учение упомянул Дионисий в начале своей лекции. Он также сказал, что именно в Киеве он получил вдохновение для изучения классических наук и желание перенести киевскую систему богословского образования в Карловатскую митрополию. В лекции он, наподобие своих киевских преподавателей, соселался на христианские отцы, но и на античные писатели и философы. Пользование латинским языком в лекции, на котором он учился в Киеве, указывает на желание Дионисия Новаковича указать назначение этого языка в процессе возвышения образовательного уровня сербского духовенства. Он написал богословский труд под названием «Эпитом», и это была первая сербская литургика. Также написал катехизис и историю натуральную философов, которая считается началом изучения естественных наук у сербов. Второй известный киевский выпускник в XVIII веке, архимандрит Йоанн Райч, обучался в Киеве в середине этого века. Он закончил старшее отделение Киево-Могиленской академии «Богословская» с 1753 по 1756 году, и среди его преподавателей были святитель Георгий Каминский, архимандрит Йоанн Асия Максимович и Давид Нишчинский. Во своих важнейших богословских трудах «Теологическое тело и катехизис» Райч опирался на усвоенные в Киеве научно-методологические принципы. Райч был известен не только как автор богословских сочинений, но и как основоположник сербской критической историографии, фундамент которой он заложил своим капитальным трудом «История разных славянских народов, наипаче болгар, хорватов и сербов». Таким образом, можно сделать вывод, что сербики, киевские выпускники в 18 веке, заложили фундамент сербского академического богословия и сербской критической историографии. Их путь продолжили выпускники Киевской духовной академии в 19 и в начале 20 века. Центральной личностью церковной жизни и богословской науки в Сербии во второй половине 19 века являлся выпускник Киевской духовной академии митрополит сербский Михаил Иоаннович. Митрополит Михаил, по словам Протерея Стивана Дмитриевича, цитирую, являлся отцом новой богословской науки и литературы сербской. Законченная цитата. Вот как отец Юрстин Попович писал о митрополите Михаиле в 1926 году по поводу столетия от его рождения. Цитирую. Кто митрополит Михаил? Самым истинным ответом является следующее. Он был златоуст сербской церкви. В периоде формирования нашей церкви он являлся фундаментом, который двинул колесо нашей церковной жизни. Очень много богословских работ и хорошее дело сделал этот славный сербский владыка. Законченная цитата. Митрополит Михаил Иоаннович являлся в 1849 году. Он поступил в академию, которую закончил в 1853 году со степенью магистра богословия. Его магистерская диссертация была посвящена сербской церковной истории до времени святителя Савы Сербского. Это была одна из первых сербских работ, посвященных раной сербской церковной истории. Рецензентом диссертации являлся Иван Матвеевич Бобровницкий. Митрополит Михаил был искренне во восторге от своего обучения в Киеве. В письме сербскому митрополиту Петру Иоанновичу в 1851 году он подчеркивает, что в Киеве получил не только теоретическое богословское знание, но и серьезный духовный опыт, проистекавший из встречи с киевскими святынями. Духовная атмосфера Киево-Печерской лавры повлияла на решение Михаила принят монашеский постриг именно в этой святыне, в церкви святого Феодосия Печерского в Дальних пещерах. Михаил стал монахом в 1853 году в конце своего обучения в Киевской духовной академии. Он получил монашеское имя в честь по преданию первого архиерея на Руси. Митрополит Михаил двинул богословскую литературу в Сербии, которая в упомянутое время фактически не существовала. Его богословско-литературная деятельность являлась импозантной в сербском контексте. Его догматичное богословие 1860 год являлось первым сербским учебником догматического богословия, пока его «Герменевтика» 1864 год являлась первым сербским учебником из области библиистики. Этим учебником пользовались семинаристы в Белградской семинарии. Митрополит Михаил написал ряд работ по сербской церковной истории, которую начал изучать именно в Киеве. Особенно важной является книга «Православная сербская церковь в княжестве Сербии», которая по сегодняшний день является важным источником сербской церковной истории XIX века. Митрополит Михаил двинул сербскую литургическую науку. Он опубликовал третье издание «Срабляка» – богослужбные книги, в которой находятся службы сербским святым. Итак, можно сделать вывод, что митрополит Михаил положил фундаменты развитию сербского догматического, библиистического и литургического богословия, а также и церковно-исторической науки. Все-таки самый большой вклад сделал в области гомилетики и пастирского богословия. Он опубликовал капитальные работы «Пастирское поучение» 1860 год, «Церковный учитель» 1861 год и «Четырехтомный православный проповедник» 1866 год. Этой литературой обеспечивано сербское духовенство и таким образом поучрено к проповеднической деятельности, до тех пор почти заброшенной в Сербии. Таким образом, сербская церковная жизнь согласовалась со святым преданием церкви и улучшались пастирские способности сербского духовенства. Подобные подвиги были редкие во современной истории сербской церкви. С деятельностью митрополита Михаила можно сравнивать с только пастирскую деятельность святого Николая Велимировича в первой половине XX века. Совокупная богословско-научная и церковная деятельность митрополита Михаила базировалась на образцам, которые он получил в Киевской духовной академии. Эпоха его обучения в Киеве являлась одним из самых важных поворотов в истории русского академического богословия. Это была эпоха, когда русский язык стал господствующим в академическом богословии, сменив латинский язык в роли главного учебного языка, когда начался процесс освобождения академического богословия от западного пленения и его возвращения к святоотеческим источникам. Эти перемены были видимы и в богословском мировоззрении митрополита Михаила. Еще как студент Киевской духовной академии, он выдвинул свои идеи для возобновления сербской богословской науки. В своем студенческом дневнике он выдвинул идею, которая в сербском контексте являлась очень значительной. Возобновение сербского богословия нужно было начать возвратом к отцам. Он сказал, что в Сербии нужно основать богословско-научный журнал, костяком которого являлись бы переводы святоотеческих трудов на сербский язык. Идея Михаила о переводе святоотеческих трудов на сербский язык возникла на киевской почве, поскольку именно в эпоху его обучения начиналось грандиозное мероприятие перевода святоотеческих трудов на русский язык, в котором важную роль имели его профессора в Киеве. На богословские взгляды митрополита Михаила важное влияние имели капитальные богословские труды, появившиеся в течение его обучения в Киеве. Это догматическое богословие архимандрита Антония Амфитеатрова и православно-догматическое богословие епископа Макария Булгакова. Важной личностью для понимания развития богословских воззрений митрополита Михаила является профессор церковной словесности в Киевской духовной академии Яков Козмич Амфитеатров. Его капитальный труд – чтение о церковной словесности 1846 год являлся образцом для работ по гомилетике митрополита Михаила и в то же самое время образцом для совокупного развития сербской гомилетики в XIX веке. За митрополитом Михаилом очень важную роль в развитии сербского богословия имел еще один выпускник Киевской духовной академии – епископ далматинско-истрийский Никодим Милош. Епископ Никодим Милош вместе с митрополитом Михаилом Явановичем считается новым апостолом сербской церкви. Он является одним из самых плодовитых сербских богословских писателей в второй половине XIX и в начало XX века. Его капитальные труды по церковной истории и особенно по каноническому праву сделали его одним из ведущих богословов православного мира этой эпохи. Эпоха, в которой Милош писал свои богословско-научные труды, являлась очень неблагоприятной для научной работы. Он работал в Далмации, которая находилась в рамках австро-венгерской монархии, враждебной сербскому православному народу. На протяжении всей своей деятельности, сначала в роли ректора семинария в городе Задр, потом как епископ далматинской истрийской епархии, самой западной епархии православного мира в Европе того времени, Милош был принужден ввести ожесточенную борьбу против венской и ватиканской политики и заботиться о сохранении религиозного и национального идентитета сербского народа в Дальмации. В конце он сам стал жертвой политики австро-венгерского правительства. В 1914 году его арестовали, вероятно терзали, после чего он быстро скончался. Начало научной деятельности Милоша связано именно с Киевской духовной академией. Он получил степень кандидата богословия в 1871 году, потом магистра богословия в 1880 году в Киевской духовной академии. Свою первую работу научного характера он написал именно в Киеве. Речь идет о его кандидатской диссертации под заглавием «Намаканон в 14 титулов, известный под именем патриарха Фотия». Его магистерская диссертация была опубликована в городе Панчево в 1879 году под заглавием «Достоинство православной церкви под церковно-историческим источником до XIV века». Рецензентом этих работ являлся профессор канонического права в Киевской духовной академии Петр Александрович Лошкарьев. Очень важным является свидетельство Милоша относительно его обучения в Киеве, находившееся в его автобиографии. Интерес к изучению церковной истории и церковного права он получил по собственному свидетельству именно в Духовной академии. Научная работа Милоша является грандиозной, особенно если имеем в виду обстоятельства, в которых он работал. В его библиографии есть более чем 200 научных работ. Среди них находятся капитальные канонические церковно-исторические труды. Жизненным трудом Никодима Милоша является православное церковное право, опубликованную в 1890 году в городе Задер. Речь идет о своеобразной символической книге православной церкви. Известный словист и профессор Санкт-Петербургской духовной академии Иван Савич Пальмов оттенил этот труд Милоша как значительную новизну в науке православного церковного права. Он подчеркнул, что речь идет о цитирую «Серьезном научном исследовании предмета, обоснованном на источниках и на серьезном знании литературы, на всех классических и современных европейских языках, известных автору». Капитальным трудом по каноническому праву Никодима Милоша также является работа «Правила православной церкви с толкованиями» в двух томах, опубликована в городе Новый Сад в 1895 и 1896 году. Речь идет о первом целостном тексте священных канонов на сербском языке, имея в виду совокупную историю сербской богословской литературы. До тех пор существовал нецелостный текст канонов в рамках законоправила святителя Сави Сепского, в России и Украине известной под названием «Кормчая книга». Милош пользовался афинской синтагмой греческих юристов Ралиса и Потлиса, которая являлась самым хорошим изданием текста священник канонов в православном мире в это время. Хотя правила с толкованиями Милоша формально никогда не были провозглашены официальным каноническим сборником сербской церкви, на самом деле она являлась именно таким сборником. Вследствие отсутствия классических канонических сборников в православной церкви на сербском языке, подобно афинской синтагме или педальону, перевод священных канонов Милоша более чем 100 лет компенсировал на практике эту серьезную нехватку в сербской церкви. Сегодня, после публикования священник канонов в церкви епископа Афанасия Ефтича, можно говорить о своеобразной линии развития канонического правовозознания у сербов, на самом деле своеобразного преемства, кормчая книга святителя Сави Сепского, правила с толкованиями Никодима Милоша, священник канонов в церкви Афанасия Ефтича. Самым главным церковно-историческим трудом Милоша являются славянские апостолы Кирилл и Мефодий «Истина православия», изданные в городе Задр в 1881 году, и «Православная Далмация», изданные в Новый Сад в 1901 году. Основной целью указанных трудов являлась защита православной веры Далмации, которая находилась под угрозой униадских стремлений Римской церкви. Милош являлся почетным членом Киевской духовной академии. Этой академии он посвящал свои научные труды. Милош регулярно снабжал библиотеку Киевской духовной академии самими главными сербскими научными трудами и также регулярно получал богословские труды из Киева. После получения новости о кончине епископа Никодима Милоша в Совет Киевской духовной академии в отчете для академического 1914-1915 года назвал его «Цитирую гордостью нашей академии». Закончено титат. Главным виновником его кончине Совет Киевской духовной академии считал австро-венгерское правительство. Его алмаматерь считала Милоша подвижником и исповедником веры, одним из многочисленных среди выпускников Киевской духовной академии через историю. В упомянутом отчете подчеркнуто, что Милош являлся, цитирую, «последней жертвой нашей школы в ее трехвековой борьбе с врагами православия и славянства». Закончено титат. В конце надо упомянуть еще одного выпускника Киевской духовной академии. Это протоиерея Стеван Димитриевич. Он принадлежит группе самых значительных сербских церковных историков в первой половине XX века. Он являлся профессором Белградской семинарии, ректором и профессором Призранской семинарии и учреждителем кафедры по истории сербской церкви на Православном Богословском факультете в Белграде, первым деканом которого также являлся. Более чем 130 научных работ принадлежит его библиографии. Самой важной частью этой библиографии являются научные работы, посвященные сербско-русским духовным отношениям через историю. Самым важным трудом Димитриевича является опубликованный объемный архивный материал из русских архивов, относящийся к сербско-русским духовным связам. Этот материал опубликован на более чем 300 страниц в издании Сербской Королевской академии наук в 1922 году. Современные сербские историки подчеркивают, что без учета научного наследия Стевана Димитриевича является невозможным серьезным исследованием этой области церковной истории. Серьезные церковно-исторические исследования Димитриевич начал как студент Киевской духовной академии. Он являлся студентом с 1894 по 1898 года. По собственному свидетельству, летние каникулы проводил, исследуя богатый архивный материал, хранившийся в архиве Министерства иностранных дел Российской империи в Москве и в архиве Святейшего Правительствующего Синода Русской Церкви в Санкт-Петербурге. На основании этих исследований он написал одну из самых качественных сербских кандидатских диссертаций в Киевской духовной академии под заглавием «Путешествие сербских иерархов и других духовных лиц в Россию в течение XV-XVIII веков и последствия этих путешествий». Рецензентами этой диссертации являлись мститые профессора Киевской духовной академии Стефан Тимофеевич Голубьев и Алексей Афанасьевич Дмитриевский. Эта диссертация являлась серьезной научной работой, значительно превосходившей стандартный уровень кандидатской диссертации в это время. Его исследование внесло значительный вклад в знания о сербском церковном прошлом. Не только многие сербские церковные личности, но даже и теле и епархии сербской церкви в эпоху тюрецкого владичества, которые до тех пор являлись неизвестными для сербской церковно-исторической науки, первый раз появились на страницах диссертации Дмитриевича. Полноценной новостью для церковно-исторической науки являлось приложение к диссертации в виде архивных документов, расположенных на 168 страниц. Рецензенты Голубев и Дмитриевский оценили работу самыми высокими отметками. Особенно интересным являются мнения Алексея Афанасьевича Дмитриевского, известного киевского литургиста и востоковеда, относительно первой сербской диссертации, которую он рецензировал. Уже в начале рецензии Дмитриевский подчеркнул, что речь идет о блестящей диссертации, которая показала, цитируя широкую эрудицию, старательность и любовь к историческим исследованиям автора. Закончено титат. Рецензент предсказал Дмитриевич успех в научной деятельности. Дмитриевскому особенно понравилась тщательная работа автора над архивными документами. Аккуратное исследование многочисленных грамот, которое включало обращение внимания на самые мелкие детали, не могло не понравиться опытному востоковеду и знатоку старин, которому хорошо было известно значение исследований такого рода. Дмитриевский хорошо понял, что речь идет о значительном результате для углубления знания о сербском церковном прошлом, что он и подчеркнул в рецензии. Рецензию закончил словом, что диссертация Дмитриевича будет принята в церковно-исторической науке, цитирую не только с удовольствием, но и с благодарностью. Закончено титат. Дмитриевский был вправе. Именно кандидатская диссертация Стивана Дмитриевича стала основой его последующей научной работы. Работы Дмитриевича, как я уже сказал, по сегодняшний день являются фундаментом для исследования упомянутой тематики. К сожалению, его диссертация до сих пор не опубликована. Стиван Дмитриевич считается учреждителем истории сербской церкви как академической научной дисциплины. Его подход к церковно-историческим исследованиям в основном являлся критическим. Он оформил своеобразную церковно-историческую школу самым значительным представителем которой являлся Джокос Лепшевич, писатель до сих пор самой полноценной сербской церковной истории в трех томах. Епископ Дианисий Новакович, Архимандрит Йон Раич, митрополит Михаил Иванович, епископ Никодим Милаш и протеерий Стиван Дмитриевич считаются самыми важными сербскими научно-богословскими деятелями, которые являлись выпускниками Киевской Духовной Академии. Кроме упомянутых, можно привести имена еще многих сербов, выпускников Киевской Духовной Академии, которые внесли значительный вклад в жизнь сербской церкви и развитие сербской богословской науки. Митрополит Иосиф Цвеевич, священный исповедник митрополит Тосифей Васич, преподобный Симеон Дайбовский, протеерест Стиван Веселинович и многие другие. Самым главным достижением их деятельности является учреждение сербской богословской мысли в многочисленных областях – церковно-исторической, библиистической, церковно-правовой, литургической, областях амилитики, религийской философии, пастирского богословия. Именно в этом можно увидеть вклад Киевской Духовной Академии в развитие сербского богословия. Дорогие коллеги, спасибо за внимание. Извините за мой плохой язык.